Привет всем, дорогие друзья! Я соскучилась. Давненько ничего такого творческого не было на моем YouTube-канале. У всех у нас бывают периоды вынашивания идей и бывают периоды, когда мы их пачками выдаем. Я очень надеюсь, что совсем скоро такой период номер два наступит в моей жизни. А сейчас я собираюсь с вами поделиться совершенно коротеньким, маленьким и, ну, мне казалось очень простым видео, которое удивительно показалось мне востребованным. Я на самом деле делала такую прямую трансляцию в Instagram у себя и поняла, что очень многим интересно, как сделать быстро, легко и симпатично тетрадь для своего ребенка, школьную тетрадочку. Ну и краткая предыстория, как это все началось. Однажды вечером нам срочно понадобилась тетрадь для прописи еще и с косой линейкой. Знаете, даже в Москве не в каждом магазине, особенно в сезон, продаются такие тетради. А если мы вспомнили накануне, когда уже пора ложиться спать, про то, что завтра она нам очень нужна, а что делать? Так и пришла идея сделать ее быстренько самостоятельно. Первым делом я открыла файл с разлиновкой в Adobe Acrobat Reader и отправляю его на печать. Программка Adobe Acrobat Reader бесплатная, ее можно скачать на сайте adobe.com. Выбираю здесь свой струйный принтер. Мой принтер позволяет печатать без полей. Если у вас такой функции нет, ничего страшного, мы с вами потом по краям все равно все подрежем. Можно печатать сразу с двух сторон. У многих принтеров сейчас тоже есть такая опция. Но у меня, когда он печатает без полей, эта опция не работает. Поэтому я напечатаю сначала одну сторону, потом другую. В тетради у меня будет 12 листов, когда я их сложу пополам, значит напечатать мне нужно 6. Многие спрашивают, какая модель у моего принтера. Я вам сейчас крупно покажу. Вот такая вот. Довольна ли я им? Да, довольно. Катриджи стоят довольно дорого, но их хватает прям надолго. Я печатаю без проблем, ни в чем себе не отказываю и не чувствую, что как-то сильно затратно мне обходится один лист бумаги. Если мы печатаем разлиновочку, у нас расход чернил вообще идет минимальный. Когда я напечатала все листы, я их переворачиваю и ставлю еще 6 таких же листочков на печать. Для обложки я выбрала вот такой лист бумаги для скрабукинга. Пусть у нас будет все летнее веселое. Я сталкиваю листы вот так вместе и закрепляю их с помощью зажимчиков. Лишнее я отрежу строительным ножом. Кстати, советую почаще обновлять у него лезвие, тогда он режет просто великолепно. Помимо ножа для резки я использую самовосстанавливающийся коврик и металлическую линейку. Здесь можно тоже отрезать лишнее, чтобы не мешало. Я брала офисную бумагу размером А4 и сейчас мне нужно наметить линию сгиба примерно по середине этого листа. Многие знают, что у меня есть специальная доска для беговки, но в этом видео я хочу показать максимально простые инструменты, поэтому мы с вами будем использовать опять же линейку и вот такую вот косточку для сгибов. Как видите, я не ставлю никаких меток, метки у меня есть на самом коврике. Вот здесь вот видно в сантиметрах, на каком расстоянии от края я работаю. Хорошенечко левой рукой прижимаю линейку и продавливаю серединку несколько раз. Придерживаю линейку и пружинящими движениями сгибаю тетрадочку снаружи. Теперь нам нужно с вами установить скобы. Я буду использовать обычный вот такой степлер и пилочку для ногтей. С одной стороны она у меня шершавая, я ее приспособила для скрапа, это мне подарили такое чудо. А с другой стороны у нее поверхность для полировки ногтей. Вот как раз эту поверхность я буду использовать для скоб, потому что для другого она мне не нужна. Подкладываю пилочку под тетрадь, раскрываю степлер и стараюсь прицелиться к той самой линии сгиба, которую мы с вами наметили. То же самое со второй скобочкой. С помощью косточки скобочки я соединяю. Верхние скрепочки нам уже не нужны. Кстати, можно здесь использовать самые обыкновенные канцелярские скрепочки. И теперь закрываем тетрадь по той линии, куда у нас попали скобы. Стараемся не обращать внимания на неровные края при этом. Финальные работы подрезаем ее по периметру. Я располагаю тетрадочку на коврике. Ставлю ровненько линейку левой рукой, хорошенечко ее прижимаю к тетради. А правой рукой, без сильного давления на нож, в несколько проходов срезаю лишнее. Следующая сторона у нас идет тоже короткая, от корешка к вылету. И напоследок длинная сторона. Все это время я выравниваю тетрадочку на коврике, чтобы она у нас была с ровными прямыми углами. С помощью округлителя углов можно скруглить уголочки. Тетрадь, обернутую бумагой для скрабукинга, он берет сразу же целиком, если в ней 12 листов, как у меня. Раз и два. Все почти готово, но не очень-то удобно подписывать тетрадь на такой пестрой поверхности. Можно выбрать бумагу по нейтральнее, а можно сделать какие-то симпатичные наклейки. Я делаю наклеечки с помощью моего старенького бигшота. Распечатываю на принтере файл, который четко подходит под мою форму и прокатываю. Обычно я сразу же впечатываю сюда данные ученика, для которого делалась тетрадь. Ну вот, теперь точно все готово, можно писать. Если вас тянет написать комментарий к этому видео, что проще купить тетрадь, не тратьте свои силы. Можно пойти и купить действительно это так. У нас тоже далеко не все тетради, сделанные своими руками. Но те, которые сделаны своими руками, они такие уютненькие, такие хорошенькие, со всем маминым теплом и душой. Файлы для распечатки в формате PDF, в тетради, в клетку, в косую линейку и в линейку я вам приложу к этому видео. Ну и конечно прилагаю порцию хорошего настроения и шлю вам лучики тепла. Всем пока!